Здравствуйте, дорогие зрители. У микрофона Евгений Давутов. Уже в третий раз в программе на связи с Евгением Давутовым у меня в гостях историк с большой буквы Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, добрый день. Да, добрый день, здравствуйте. Дорогие зрители, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это всё помогает нам продвигать информацию на просторах интернета. В этом году мы празднуем 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И чтобы понимать, какая она история России Пушкина, давайте сначала постараемся разобраться, какие отношения были у поэта с монархией. Его творчество неоднозначно. С одной стороны, он пишет «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». А с другой стороны, под австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал. Его привлекали в тайны общества. С другой стороны, идут утверждения, что он отказался от игры по их правилам, за что и был убит. Поэт воспевает Наполеона, как и многие люди в то время делали. Так какой он, Пушкин, в общении с монархией? Безусловно, в разные эпохи. У Александра Сергеевича были разные взаимоотношения. И с государями и императорами. Я имею в виду в данном случае Александра I, Николая I. И с императорским двором, и с отдельными вельможами. Там можно вспомнить его знаменитые эпиграммы, адресованные тому же графу Аракчееву, или графу Воронцову, или тому же оберпрокурору Святейшему Синоду, князю Голицу. Прямо скажем, очень нелицеприятные эпиграммы. Да и государя императоров он, в общем-то, не жаловал. Вспоминайте, что он написал по поводу Александра I. «Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой», то есть взятием Парижа, «над нами царствовал тогда». Понимаете? Но Александр Сергеевич был человеком смелым, если он позволял себе такие вольности в адрес самодержавного монарха. Я вот это хочу особо отметить. Понятно, что уже тогда была всем очевидна роль Александра Сергеевича как подлинного, истинного властителя Дум. Вот это надо особо подчеркнуть, потому что у нас огромное количество дутых властителей Дум, которые сами себя таковыми считают и представляют. И раньше, и теперь особенно. А в те времена, в эпоху Пушкина, или, как у нас принято говорить, «золотой век русской поэзии», Пушкин действительно был властителем Дум. И именно это обстоятельство, кстати, во многом подвигло Николая I наладить особые отношения с Александром Сергеевичем, когда он уже стал общепризнанным поэтом и общественным деятелем. Поговаривает, правда, что вот этим членом камер Юнкера, то есть самым нижним членом, придворным, он унизил, как бы, публично унизил Александра Сергеевича, хотя есть и другие представления об этом. И надо сказать, что многие считают, что Николай I, в общем-то, благоволил к Пушкину, более того, после смерти Александра Сергеевича он взял на себя все его долговые обязательства. А там они были немалые, прямо так скажем, понимаете? Потом надо еще такое важное обстоятельство отметить. У Пушкина в разные периоды были разные этапы его творчества. Я не беру в данном случае какую-то любовную лирику, а я касаюсь, прежде всего, гражданской лирики. И заметьте, что в наиболее острый период, например, того же польского восстания 30-31 годов, он пишет свое знаменитое «Клеветникам России». У нас, к сожалению, в советской школе, да и сейчас, это стихотворение не то, что не изучают, а о нем даже не знали. Ну, в советский период понятно почему. По сугубо таким политическим, что ли, причинам, с тем, чтобы не возбуждать наши взаимоотношения с Польшей, тогда еще Польской Народной Республикой, которая входила в Варшавский договор, и которая считалась одним из лидеров социалистического лагеря. А между тем, это стихотворение на все времена, что называется, да? О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возбудило вас? Волнение Литвы? Оставьте этот спор, славян между собою, домашний, домашний старый спор, уже взвешенный судьбою, которого не разрешите вы. Ну и далее он там пеняет, кстати, вот тем самым европейцам, в том числе и французам, потому что это стихотворение, оно было обращено, как бы прежде всего, к французской политической элите, поскольку французы еще со времен Великой Французской революции и Наполеона считали себя покровителями поляков, понимаете? И Наполеон с ними заигрывал, и воссоздавал Варшавское герцогство, и подавал надежды и мечтания о возрождении польской государственности, которая рухнула во времена Екатерины II в результате трех разделов Речи Посполитой, ну и так далее, и так далее. Что мы, мы, то есть русские, своей кровью окупили Европы, вольность и мир. А вы-то как раз легли под этого Наполеона, значит, подняли лапки кверху. Ну и в конце там замечательные строки. Так посылайте ж нам вити и своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Ну это прямой отсыл к войне 12-го года. И понятно, что вот подобного рода стихотворения они вызывали у власть придержащих и у самого государя-императора ну прилив патриотических чувств. И за это они ценили, да, Александра Сергеевича Пушкина. При этом я замечу, что Пушкин, он ведь не только вошел в историю русской культуры как блестящий поэт, пиит, действительно солнце русской поэзии, не как великолепный эссеист, прозаик, который написал произведения, повести Белкина или там «Капитанскую дочку», ну и так далее, и так далее. Ну и как настоящий историк-исследователь, например, его истории Пугачевского бунта до сих пор многими профессиональными историками очень высоко ценится как образец, блестящий образец научного творческого поиска. Так что вот таким образом. Ну понятно, что в России к нему относились по-разному в связи с его резкими заявлениями в адрес власти. А интересно, а как Европа к нему относилась? Потому что, как мы видим же, по тому же произведению к леветникам России Европе досталось? Слушайте, мне трудно сказать. Я не пушкиновед, я не изучал вот этот аспект, как Европа оценивала творчество Александра Сергеевича. То, что европейская и политическая, и культурная элита знали Пушкина, это безусловно. Насколько высоко они ценили его поэтический дар, его общественную позицию, я в данном случае судить не могу. Это надо обращаться к узким специалистам, которые специально изучали именно эту сторону и жизни, и творчества Александра Сергеевича. Мы также празднуем юбилей Полтавской битвы. 315 лет, кстати, до этого в 1708 году состоялась битва при Лесной, которую тот же Петр I назвал матерью Полтавской баталии. И битва при Лесной состоялась в том районе, где сейчас находится территория Белоруссии. И там же в Полтавской битве Петр I сказал свои знаменитые слова о Петре. «Ведайте, что жизнь ему недорога, жила бы только Россия». И, пользуясь случаем, хочу зрителям показать, что вот такая отливалась медаль в 1708 году на Монетном дворе, который еще в историю вошел, как Кадашевский монетный двор, и ею награждали победителей битвы при Лесной. Таких медалей было отлито где-то около 5000 золотых, серебряных и бронзовых. Но вопрос другой. Как говорится, Пушкин человек своего времени, и вот он, как человек своего времени, как он относился к эпохе Петра I? Слушайте, но он высоко ценил реформаторскую деятельность Петра. При этом он был и автором той самой фразы о том, что Петр I варварскими методами изгонял из России варварство. Так что здесь тоже была какая-то доля критики и скепсиса, но в целом он высоко ценил Петра как государственного деятеля, который в прямом смысле перевернул историю России и вписал Россию в концерт великих европейских держав. Вот вы говорили о Полтавской битве, у него есть знаменитая вот эта поэма «Полтава». Да, мы в свое время тоже учили отрывки из этой поэмы. До сих пор какие-то куски помню. И Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный, властелин. Во след Петра идут птенцы гнезда Петрова, откуда, кстати, вот это знаменитое выражение. Это как раз из поэмы «Полтава». Птенцы гнезда Петрова, и Брюс, и Боур, и Репнин. Ну, это военачальники, как раз участвующие в Полтавской битве. И счастье баловень безродный, полудержавный, властелин. Ну, это он об Александре Даниловиче Меншукове так выразился. Не случайно, кстати, мой учитель, Николай Иванович Павленко, блестящий знаток Петровской эпохи, он свою монографию о Александре Даниловиче Меншике назвал как раз «Полудержавный властелин». Ну, без каких-либо натяжек это действительно соответствовало реальному положению вещей. Правда, не весь период Петра он имел такой статус, но по большей части он действительно был в каком-то смысле полудержавным властелином, особенно когда здоровье Петра было подорвано. И он где-то вот, начиная с 1715 года, частенько вынужден был уезжать из России, Европу, на тамошние воды, лечить и свой больной мочевой пузырь, и легкие, и почки, и все такое прочее. А теперь то, что касается Полтавской битвы. Ну, хорошо известно, что так называемая Северная война, или Русско-Шведская война, очередная, я замечу, началась в ноябре 1700 года очень тяжелым поражением русских войск под Нарвой, когда были разбиты отборнейшие части русской армии, в том числе, кстати, и два первых гвардейских полка, но тогда они еще были потешной полки, я имею в виду Преображенский и Семеновский, хотя они вели там себя наиболее героически и не позволили все-таки окончательно сокрушить русскую армию. Но при этом я замечу, что практически все командование этих полков, в основном это были, конечно, иноземцы, они сдались в плен неприятелю, но самое-то печальное было то, что в ходе Нарского сражения погибла практически вся русская артиллерия или была взята в качестве военного трофея. Но, тем не менее, значит, Петр сумел в кратчайшие сроки восстановить боеготовность русской императорской армии, но тогда еще не императорской, потому что империя, это будет как раз создана по итогам этой войны, но, условно говоря, русская императорская армия, значит, активные боевые действия велись на севере, в районе, значит, Волонца, Нотебурга, значит, Ингенболландии, ну и так далее, и так далее. Там, где потом, позднее будет основан уже сам город Санкт-Петербург. Да. А затем театр боевых действий сместился, особенно после того, как в 1706 году в результате нескольких поражений из Северного Союза вышел главный союзник Петра, польский король и саксонский курфюст Август. В 1706 году это случилось, и боевые действия переместились уже на территорию самой России, значит, первоначальный замысел Карла состоял в том, что он пойдет прямой дорогой на Москву, и на пути у него как раз оказалось то самое лесное, да, или лесная. Ну, это деревенька небольшая под Могилевым, где вот как раз путь неприятелю преградили русские армии. Одной из них командовал Шереметьев. И там состоялось по тогдашним меркам довольно крупное сражение, где шведы впервые, если не считать поражения под Нарвой в 1704 году, все-таки по масштабам это разные были сражения, где шведы действительно потерпели очень крупное поражение. Именно, кстати, Карл изменил свой первоначальный план, поскольку это был уже сентябрь месяц, а в России, как известно, заморские наступают рано, уже в октябре, в ноябре месяце, поэтому он решил перезанимовать на территории России и по приглашению Мазепа как раз двинулся на юг, в район Батурина. Это была ставка Гетмана, но Петр предупредил приход Карла в Батурин, дал команду Меншикову взять этот город штурмом и придать его огню. Почему именно там? Дело в том, что в ставке Гетмана были довольно большие запасы фуража, продовольствия, боеприпасов, что, в общем-то, существенно смогло бы шведскую армию, шведская армия, перезимовать. Да, и тут надо иметь в виду еще вот какое важное обстоятельство. Дело в том, что ведь под лесной русская армия, что очень важно, разгромила как раз Павианский обоз, Шлеппенбаха, по-моему, огромный обоз, который как раз должен был прийти Карлу XII с тем, чтобы обеспечить его армию всем необходимым продовольствием, вооружением, фуражом, ну и так далее, и так далее. И в результате Карл вынужден был идти дальше на юг, как раз вот под Полтаву, поскольку по информации Мазепы он, конечно, врал, но неважно, да, якобы в Полтаве был золотой запас, довольно внушительный, который позволил бы Карлу решить целый ряд острых, в том числе и финансовых проблем. Там, в Полтаве, был небольшой гарнизон двухтысячный, который возглавлял полковник Келлин. Это немец, его отец был еще на русской службе, Степан Келлин. Отец его, кстати, принимал активное участие, мало кто знает, активное участие в подавлении Соловецкого восстания еще во времена Алексея Михайловича. То есть, это был служилый род такой. Если отец его прославился, в кавычках, осадой Соловецкого монастыря, то, значит, отпрыск его, сын, он вошел в летопись русской военной истории как руководитель Полтавского гарнизона, который стойко защищал Полтаву от войск Карла XII и предателя Мазепы. Ну и вот там было решено дать генеральное сражение шведам. Действительно, 315 лет назад, в июле 1709 года, состоялась знаменитая Полтавская баталия, шведы потерпели сокрушительное поражение, именно так, сокрушительное поражение. Значит, около 9,5 тысяч шведов были убиты, по тем временам это колоссальные потери, и порядка 26 тысяч шведов были взяты в плен. То есть, практически вся шведская армия. Там буквально спаслись, значит, бегством, ну, считанные единицы шведских вояков, запорожских казаков, то есть, тех сечевиков, которые, значит, под водительством Мазепы перешли на сторону шведского короля. Там историки спорят, но обычно называют цифру от 2 до 4 тысяч запорожских казаков, а значительная часть запорожцев, они остались верны русскому царю, и, кстати, Гетман Скоропадский, новый Гетман Скоропадский, который сменил Мазепу как раз на этом посту, он ведь вместе с драгунами Меншикова как раз и участвовал вот в этом знаменитом сражении у Переволочной в районе Днепра, которое не позволило шведам переправиться слева на правый берег Днепра, и в результате значительная часть шведской армии была взята в плен. Ну, а затем, после окончания Полтавской баталии, да, Карл XII, кстати, с Мазепой бежали, бежали они во владение турецкого султана на территорию Валахии, но это современная Румыния. Там Мазепа вскоре скончался, он уже был в пожилом возрасте, ему было порядка 70 лет, а Карл, надо еще иметь в виду, он же был ранен во время осады Полтавы, какой-то, значит, ну, какая-то пуля, как она называется-то, господи, шальная пуля, короче, ранил его в бедро, поэтому он был на носилках, но он одно время там лечился на территории Османской империи, а потом вернулся к себе домой, ну, закончил свою жизнь, вы знаете, да, он на поле брани, в 1718 году он погиб, был совсем еще молодым человеком, ну, по теперешним меркам 36 лет, ни о чем, ну, и основной театр боевых действий, он уже сместился в Прибалтику, и на Балтийское море, и завершающий аккорд Северной войны происходил именно там, после того, как умер, или вернее погиб Карл XII, Аланский конгресс значит, был закрыт, и возобновились боевые действия, но наши победы на Балтике, в частности, у Грингама, они, в общем-то, положили конец всем реваншистским планам Стокгольма, и возобновились мирные переговоры в Нештате с нашей стороны в них принимал участие Яков Велимович Брюс и Андрей Иван Шастерман. И в августе 1721 года был подписан Нештатский мирный договор, который и завершил Северную войну. Мы присовокупили к своим владениям значительную часть Прибалтики, Нингерман-Дандио, и прочно встали, так сказать, на побережье Балтийского моря. А это и была одна из главных целей этой войны. Ну и вот по итогам этой войны Сенат преподнёс Петру два титула. Титул Отца Отечества и титул Императора. А Россия была объявлена официально Империей. Тут надо просто понимать, что даже в позднем Средневековье титулатура имела особое значение, поскольку существовало такой международный что ли ранжир между представителями разных правящих домов и династий. Самый высокий титул это был императорский титул. Тогда существовало только два императора. Я не беру в данном случае турецкого султана, а в Европе это император Священной Римской империи германской нации. Этот титул тогда перешел Габсбургом австрийским. И вот вторая империя собственно говоря это Российская империя. А на ступеньку ниже стояли европейские короли ну и далее по списку. Так что вот так. Поэтому принятие этой титулатуры и объявление России империи это было не только важное внутриполитическое или внутригосударственное, явление, но оно имело и очень важное международное значение. Ну да, здесь только хочется добавить про Петра I, что действительно это была удивительная фигура, потому что с одной стороны он своими реформами ломал традиции России, российского общества, а с другой стороны все вот эти данные исторические о том, как мы под той же Полтавой разгромили врага, говорят о том, что народ за своего царя бился насмерть. Следовательно, царь был прав. Да, но тут дело вот в чем. Вот вы там зачитали якобы слова, обращенные Петра к солдатам накануне Полтавской битвы. Многие историки ставят под сомнение эту речь Петра, вернее, они не ставят под сомнение саму речь, он действительно выступил, а содержание этой речи. Автором этой речи уже постфактум, вероятнее всего, был Феофан Прокопович и он нарочито ее написал в таком возвышенно-патриотическом стиле с тем, чтобы развесить гирляндочки, фонарики и т.д. и т.п. Речь Петра была более обыденной, более короткой и не изобиловала тем количеством разного рода красивых эпитетов. Хотя, да, я помню, мы когда в школе учились, то мы чуть ли не как отче нас учили вот это вот. Помните воины, что вы сражаетесь не за Петра, а за отечество Петру врученное, ну и так далее, и так далее. Ну, это действительно такой своеобразный литературный прием, который был характерен, кстати, и для русской летописной традиции, потому что многие знаменитые изречения, которые мы знаем со школьной скамьи, это все-таки плод литературного творчества, а нереальные исторические речи, которые произносили те или иные исторические персонажи. То, что касается слома традиций, тоже не надо представлять дело таким образом, чтобы было сломлено все и вся. Хотя тот же Соловьев называл Петра революционером на троне, но это скорее образное выражение, фигура речи, поскольку детальные исследования Петровской эпохи, которые проводили и русские, и советские историки, и современные историки. я вот учился у Николая Ивановича Павленко, я уже говорил об этом, который прожил сто лет, вот он вторую половину XX века считался крупнейшим специалистом по эпохе Петра, его книги выходили огромными тиражами, он написал 14 биографий, в том числе и деятелей Петровской эпохи, самого Петра, Александра Даниловича Менжикова, его статсекретаря Алексея Макарова, Бориса Петровича Шереметьева, Павла Яужинского, Царевича Алексея, Андрея Ивановича Астермана, ну и помимо прочего он написал еще исторические портреты Анны Ановны, Елизаветы, Екатерины Второй и так далее, так вот он детально как историк профессионально исследовал реформаторскую деятельность Петра, даже разделил ее на два этапа, то есть реформы как спонтанные явления, вызванные потребностями Северной войны, это где-то вот до примерно 12-13 годов, и затем реформы как направленный курс, направленный на создание полицейского или регулярного государства, причем я замечу, что во многом строительство этого государства, оно шло на базе европейских идей, в том числе идей кемерализма и опыта строительства подобного регулярного государства тех же европейских странах, той же Франции и прежде всего Швеции. Не случайно, кстати, Петр называл шведов своими учителями. Именно поэтому он их называл, не потому что он что-то почерпнул у них в военном деле, а именно в сфере государственного строительства. Он у них почерпнул в том числе, например, идею создания регулярного государства, регламентов и т.д. и т.п. создания уже полноценного бюрократического чиновничьего аппарата, строительства коллегиальной системы управления, выстраивания принципиально иной системы сбора податей и налогов, ну и т.д. И тут, знаете, какой еще есть любопытный момент. Я в свое время на эту тему подробно беседовал с Лешей Синелобовым. К сожалению, безвременно ушедшим две недели назад. А Леша, он начинал свою карьеру как историк, специалистом по XIV-XV веках. Он защитил диссертацию по истории, кстати, крупного вочинного землевладения эпохи Дмитрия Донского и Ивана III. Видите? Более ста лет. И какую роль становление вот этого боярского вочинного землевладения сыграло в период возникновения русского единого государства. А потом, в силу, так сказать, своих профессиональных обязанностей, он стал считать студентам курс истории XVIII века и лет 15 назад даже написал те главы вузовского учебника по истории, которые посвящены были как раз истории России XVIII века, и он погрузился вот в эту тематику. И как профессиональный историк он в основном работал безусловно с архивными документами, а не только с работами своих предшественников и учителей. И вот мы беседовали на разные темы, в том числе относительно петровских реформ. Он, кстати, высоко ценил петровские реформы, как и Павленко, в отличие от того же Гера Артамонова. И у них даже на этой почве возникали периодически разного рода такие дискуссии острые довольно. Так вот, он мне сказал следующую вещь, что вот у нас существует традиционное представление о петровской табеле о рангах, что, дескать, вот эта петровская табель, она чуть ли не стала революционным событием переформатирования класса феодалов-помещиков, что, дескать, была создана принципиально иная система прохождения военной и государевой штатской службы, что, значит, корпорации дворян-помещиков, она серьезно разбавилась за счет пришлых элементов, прежде всего, из подлых сословий, то есть, податных сословий и так далее, и так далее. Так он говорил о том, что анализ списочного состава служебных корпораций, служилых людей по отечеству, то есть, дворян-помещиков, по уездам показывал, что в персональном отношении этот состав практически не изменился по сравнению с 17 веком. То есть, что, условно говоря, было в 17 веке во времена Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, то сохранилось и во времена Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Второй. То есть, там где-то чуть-чуть, совсем, доли какие-то процентов, персональный состав поменялся, но основная масса дворян-землевладельцев, помещиков, она осталась такой же, какой была и столетия назад. Так что, тут надо вносить серьезные коррективы в оценки той же Петровской табели орангов. Мы-то обычно просто, когда оцениваем Петровскую табель орангов, мы пример приводим того же Меншикова, того же Ягужинского, того же Шафирова, ну и целый ряд ближайших соратников Петра. Это просто яркие фигуры, которые якобы должны подтвердить вот этот хорошо известный и давно известный вывод. А если мы посмотрим на основную массу служилых дворян-землевладельцев, то оказывается, что этот вывод далеко не так однозначен, как это принято считать. В трагедии Борис Годунов поэт утверждает, что Годунов убил царевича Дмитрия. Защитники Годунова приводят следующие доводы, что смерть царевича Дмитрия никому не сулила никаких выгод, так как первое, у царя Федора мог родиться наследник, сын. Второе, постриг Ирины на тот момент никто не предвидел. Третье, волнение 1584 года в Москве говорят о том, что бояре не имели шансов на власть. Четвертое, преступление совершила третья сторона. И также вот у меня мысль появляется, и было ли выгодно самому Годунову гибель царевича Дмитрия, ведь автоматически же могут появиться как раз-таки самозванцы, а Годунов же не был глупым человеком, наверняка он это мог предполагать. Ну, естественно. Вообще существует версия, ее высказал кстати Гера Артамонов, и я считаю, что тут есть рациональное зерно, что вообще вот эта сама самозванческая авантюра, она была прежде всего выгодна верхушке родовой аристократии, с тем, чтобы вернуть себе назад все то, что эта аристократия бояра-княжеская потеряла во времена Ивана Грозного. Но это долгий разговор, это надо целую программу делать относительно этого. Теперь то, что касается версии Пушкина. Дело в том, что Пушкин, он отталкивался от сочинения Карамзина, которого он назвал Колумбом российских древностей, но сейчас выясняется, что многие оценки Карамзина и многие его концепции, они безнадежно устарели, безнадежно устарели. И сам этот труд Карамзина, он в настоящий момент, то есть в начале XXI века, представляет собой исключительно историографическую ценность, и не более того. То есть как факт, как важный факт развития исторической науки в нашей стране. если, например, произведения того же Соловьева и Ключевского не все, но какие-то из них ключевые произведения до сих пор не потеряли своей научной ценности, до сих пор не потеряли своей научной ценности, то труд Карамзина с точки зрения научных концепций, он уже давно стал анахронизмом. По эпохе Смуты посвящено колоссальное количество работ и в советский период, ну возьмите, например, очерки русской Смуты Сергея Федоровича Платонова. Считалось это выдающееся исследование, и именно оно сделало, кстати, имя Сергея Федоровича Платонова, помимо всего прочего. Он, кстати, был и автором замечательного гимназического учебника по истории России, который выдержал аж 10 изданий. Вот. И в предвоенный период эпохи Смуты посвящали много интересных работ, особенно в послевоенный период. Здесь достаточно вспомнить работы Руслана Григорьевича Скрымникова. Это ленинградский историк, профессор ленинградского ПЕТ-университета, который был мастером и биографического жанра, и исследовательского жанра. постсоветский период вот уже в 90-е и в 2000-е годы тоже вышло немало исследований того же Володихина, Козлякова, ну и многих-многих других, Волкова того же, Аполлон Григорьевича Кузьмина. там где-то возрождаются старые концепции, где-то появляются новые концепции. Вот вы сейчас привели там целый ряд аргументов того, что Борис не был причастен к этому убийству. Кстати, я прошу прощения, что вас прерываю, я еще один аргумент не привел, что это могла сделать некая третья сторона вообще за границей. Ну, это не важно. Слушайте, этих аргументов сейчас целый вуз и маленькая тележка, там колоссальное количество. При этом один из исследователей, я сейчас не помню, кто конкретно, но он ведь совершенно верно обратил внимание на то обстоятельство, что царевич Дмитрий по факту царевичем не был. Это просто такой литературный образ, привычный нам, поскольку он был рожден в неканоническом браке. А раз так, значит, он не мог быть наследником Федора Иоанна понимаете? Да, логично. Он в физическом отношении был его сводным братом, поскольку их отцом был Иван Грозный, а по церковным и всяким прочим основаниям, в том числе и генеалогическим основаниям, он не мог претендовать на занятие царского престола. Понимаете? Так что тут тоже важный аргумент того, что смерть царевича Дмитрия, она, в общем-то, никакого отношения к Борису Годунову не имела. Вот. Ну, понимаете, тут надо ни одну программу, ни одну программу посвятить разбору разных версий и той аргументации, контраргументации, которую выдвигают разные историки. Но надо сказать, что Пушкин вообще интересовал эпоху смуты и особенно фигуры Бориса Годунова. Поэтому он написал целое художественное произведение, посвященное именно Борису Годунову. Потому что он считал, что с одной стороны Годунов был действительно выдающейся фигурой русской истории, а с другой стороны он полагал, что Годунов был одновременно и трагической фигурой. При этом он в своей вот этой драме в общем-то повторил Карамзинский вот этот знаменитый пассаж о том, что Годунов был потомком татарских мурсов, что на самом деле не соответствует исторической правде. Еще до войны Степан Борисович Веселовский, один из крупнейших русских и советских историков, написал целое исследование, где подробно и детально изучил происхождение самых древних боярских родов, которые начинали служить московским князьям, к тому же Ивану Полите, Семену Гордому, Ивану Красному, и он остановил, что костяк вот этого старомосковского боярства, которые составляли на первых порах основу Боярской Думы, это позднее уже по мере присоединения удельных княжеств и потери статуса этих уделов в состав Боярской Думы начнут входить представители княжеских фамилий, то есть Рюрикович или Гедеминович и А ведь первоначально в Боярскую Думу входили исключительно представители так называемого старомосковского боярства, то есть отчинки, которые обзавелись своими отчинами вот в начале первой половины 14 века. Так вот, среди этих старомосковских бояр он особо выделял Морозовых, Романовых, Вильяминовых, Сабуровых, Кутузовых, Годуновых. Понимаете? То есть Годуновы принадлежали к элите московского государства. Другое дело, что за истекшие десятилетия Годуновы потеряли, так сказать, прежнее влияние при дворе и оказались там на вторых, на третьих ролях. Во многом благодаря тому, что период собирания русских земель, особенно во времена Василия, темного Василия II и особенно Ивана III, вот эту старомосковскую знать, то есть боярскую знать, нетитулованную знать, подвинули как раз представители тех самых княжат, то есть бывших удельных владителей. Ну, я имею ввиду там тех же Аболенских, Трубецких, Ростовских, ну и так далее, и так далее. Вот. И состав боярской думы значительно пополнился именно этими фамилиями. Ну, например, те же Шуйские. Вот. Они, кстати, если брать генеалогическое право за отправную точку, они ведь познатности Шуйских были даже познатнее московского правящего дома Рюриковичей, поскольку московский правящий дом, то есть Иван Грозный, его дети, а до этого, значит, и Василий, третий, Иван Третий и так далее, они были потомками Даниила Александровича. А Даниила Александровича это был самый младший брат, прошу прощения, это был самый младший сын Александра Невского, который получил московый удел уже после смерти отца своего. А Шуйские вели свое родословное от младшего брата Александра Невского, Андрея Суздальского, а по тогдашнему лестничному праву старейшим вроде был не племянник а дядя. И вот во многом благодаря тому, что вот эти княжата стали подвигать старомосковских бояр в составе боярской думы Годуновы и оказались на вторых, а затем и на третьих ролях. Но входы опричнины, Годуновы вновь возвышаются. И, кстати, надо сказать, что в конце XVI века ведь в составе боярской думы было четыре Годуновых. Помимо самого Федора были два его дядьки и, по-моему, один двоюродный брат. И они занимали довольно высокие посты и в государственном управлении. Кто-то из них даже был постельничий или конюшей. Ну, какой-то очень крупный придворный чин занимал. Так что Александр Сергеевич в данном случае его подвело такое абсолютное доверие к сочинению Карамзина. Но винить в этом и самого Карамзина, и Пушкина, ей-богу, не стоит, поскольку тогдашняя историческая наука только находилась в стадии становления. Понимаете? И действительно Карамзин был одним из колумбов российских древностей. На ряду с тем же Татищевым, с тем же Щербатовым. Карамзину надо все-таки отдать должное, поскольку он стоял у истоков истории как научной дисциплины. Вот это важно. Истории как научной дисциплины. А то, что его концепции спустя 200 лет приказали долго жить. Тут ничего удивительного в этом нет. Это как раз лишний раз характеризует историю как живую науку, которая переламывает, пересматривает, перетряхивает все старые замшелые концепции под напором новых источников, новых фактов, осмысления этих источников, этих фактов и так далее. Вы упомянули историю Пугачевского восстания, которую написал Александр Сергеевич Пушкин. Сам помню, как зачитывался этим произведением еще в школе, оно мне очень понравилось. Существует несколько версий данного исторического события. Две такие самые распространенные. Первое, что это народ действительно был недовольный правлением Екатерины. И вторая версия «Засланный европейский казачок». Цель оттянуть войска Суворова и не дать ему осуществить поставленные перед ним задачи на южных рубежах. Что вы можете по этому поводу сказать? Скорее, не войска Суворова. Суворов тогда не играл первой роли. Он был, по-моему, всего лишь генерал-поручиком. То есть, носил первый генеральский член. Он действительно принимал участие в конвоировании Пугачева. Да, существуют такие версии, но мне кажется, что многие положения этих версий, они притянуты за уши. Там действительно шла русско-турецкая война, так называемая первая русско-турецкая война 1768-1774 годов. А Пугачевский бунт начинается с 1773 года. В разгар этой войны начинается тот самый Пугачевский бунт. Есть еще более экзотическая версия, что Емельян Иванович был главой мифической Тартарии, и что Пугачевский бунт на самом деле был войной Российской империи с той самой Тартарией, которая ошватывала необъятные просторы Сибири и Дальнего Востока. И приводит пример карты и т.д. Ну, во-первых, начнем с того, что в 18 и в 19 веке излюбленным занятием всякого рода шавлатанов в Европе было как раз составление подобного рода карт. Почему? А за них платили хорошие деньги. Это был просто бизнес и не более того. Дальше. Ну, в европейских источниках татарские ханства традиционно называли Тартарией и все. Мало ли кто кого как называет. Понимаете? Мы, например, называем Мадьяров венграми. Ну, да, и вы подойдите и скажите Мадьяру или Хунгару, что он венгр. Он вам в рожу даст. Понимаете? Мало ли, я утрирую, конечно, мало ли кто как кого называет. Но мы шведов называем свиями, поляков ляхами, французов лягушатниками, немцев фрицами и чего дальше? И на этом выстраивает целые научные концепции. Пугачевский бунт это был бунт прежде всего яицких казаков. В свое время, кстати, тот же Николай Иванович Павленко, а он все-таки помимо биографического жанра занимался и концептуальными вопросами и была дискуссия в середине 70-х годов как раз по проблеме крестьянских войн. Сколько было крестьянских войн, кто был главной движущей силой и так далее, и так далее. И еще в 75-м году Николай Иванович пошел, что называется, против ветра. Он сказал, что сам термин крестьянская война, введенный, кстати, в научный оборот Покровским, еще до войны, он не верен по своей сути. Почему? А потому что застрельщиками всех так называемых крестьянских войн, но прежде всего войны Разина и Пугачева были именно казаки. Ну, в случае с Разином это донские казаки, а в случае с Пугачевым это яицкие казаки, или впоследствии они стали называться уральскими казаками. А почему? Дело в том, что до XVIII века, до эпохи Петра существовали так называемые военно-полковые автономии у казачьих войск. То есть государство заключалось с этими казачьими войсками, в частности с тем же донским войском, с тертским войском, с яицким войском, так называемый ряд или договор, где оговаривались условия, права, привилегии, ну и так далее, и так далее. Вот занесение линейной или пограничной службы на южных рубежах государства, значит, казачьи войска получали целый ряд привилегий. Например, сохранение выборности войскового и кашевых атаманов, сохранение казачьего круга, дальше, значит, всякого рода налоговые повинности, эти промыслы, в том числе речные промыслы, которые приносили, надо сказать, очень большой доход. Один осетр и черная икра. Чего стоили? Так вот, при Екатерине начался процесс присоединения так называемых казахстанских жузов. Вернее, он начался раньше, он начался еще при Анне, в 30-е годы, там было три казахстанских жуза, малый, средний, большой, да, и, естественным образом, граница Российской империи, она ушла южнее, за владение, собственно говоря, яйцких казаков, и правительство начало наступать на права и привилегии яйцких казаков, в том числе выборности атаманов, автономности казачьего начальства и т.д. и т.п. по отношению к Петербургу, вот, и стали под одну гребенку грести, как до этого, например, Петр проделал такую же операцию с донскими казаками, откуда, кстати, появляется совершенно невозможный до этого такой, такая форма или такой вид атамана, наказной атаман, не выборной, а наказной или наказной, там ударение по-разному делают, помните у Шолохова в начале романа, когда Аксинья ругается с отцом Гришки Мелихова, и он начинал, ну, стал ей выговаривать всякие там неприятности, то она ему крикнула, джалуйся хоть наказному атаману, то есть войсковому атаману, дело в том, что после Булавинского бунта, который как раз по времени совпал с событиями Прелесной и Полтавской битвы, Петр ликвидировал выборность донских атаманов и назначил своим указом, то же самое потом позднее произойдет и с запорожскими казаками или с гетманами, то же самое в начале 20-х годов тоже, и вот эта практика она стала потихоньку, полегоньку распространяться на все казачьи войска и плюс началось притеснение казаков относительно их экономических прав и свобод в том числе налогообложения речных, лесных и прочих промыслов и все это накалило очень социальную обстановку в этом регионе там ведь до приезда Пугачева было очень мощное восстание яицких казаков ну я имею ввиду понятно, что не заводить яицких казаков оно было подавлено силой потом казаки послали целую депутацию в Петербург их там неласково приняли как было сказано арестовали сослали ну и т.д. и т.п. поэтому Пугачев когда оказался в землях яицкого войска он уже пришел на унавоженную почву там уже вот этот протестный потенциал существовал там надо было просто бросить в эту почку с порохом искорку или спичку условно говоря что собственно говоря и произошло и первоначально крестьянская война она развивалась именно как движение яицких казаков и Павлерко указал именно на это обстоятельство что зачинщикам вот этих крестьянских войн были прежде всего казаки и объяснил причину почему именно казаки были зачинщиками этих войн а потом по мере распространения этой войны и особенно по мере того как в воззваниях и манифестах стали присутствовать темы и идеи ликвидации крепостного права помещивого землевладения понятно что ряды повстанческой армии пополняться стали за счет крестьян вот и отсюда и название собственно говоря этих народных движений крестьянская война Пугачева это в чистом виде был бунт казачий бунт который потом превратился уже в такую мощную казацко-крестьянскую войну и надо сказать что Пугачевский бунт он тряснул здорово основы Российской империи он с одной стороны очень напугал правящий класс дворян помещиков к тому времени ставших уже паразитами да а с другой стороны он способствовал закручиванию и завинчиванию гаек в этом смысле кстати тот же Павленко прав в том что крестьянские войны не столько подрывали сколько укрепляли самодержавный режим то есть они заставляли власть закручивать гайки как в ответ на вот это проявление народного недовольства в 1937 году в Советском Союзе на государственном уровне празднуют столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина празднуют на государственном уровне именно благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину вопрос почему Иосиф Виссарионович Сталин делает ставку в 1937 году на Пушкина и праздновали так прошлые юбилеи до Сталина или при Сталине это было первое такое грандиозное на государственном уровне празднование ну я понял да значит смотрите действительно в 20-е годы у нас в стране царел нигилизм и многие представители русской национальной культуры искусства литературы они выбрасывались за борт проходы истории да я уж не говорю про всех государственных деятелей полководцев и так далее и так далее это была идеологическая установка прямо скажем русофобская идеологическая установка у этой идеологической установки или у этого идеологического курса были свои поводыри и глашатые были свои вожди одним из них безусловно был Николай Иванович Бухарин даже в большей степени чем тот же Троцкий потому что Троцкий этими вопросами занимался опосредованно а кто вот непосредственно рулил идеологией и кто создавал целую когорту своих последователей и учеников это был прежде всего Бухарин плюс безусловно значит лидеры или вернее вожди большевистской партии следующего эшелона власти там второго третьего например тот же Покровский главный историк марксист Михаил Покровский тот же Анатолий Луначарский та же Надежда Крупская ну и так далее вот они во многом были заражены заражены идеями вот этого нигилизма в том числе исторического нигилизма но в начале 30-х годов ситуация стала меняться и причем чем дальше тем больше тем резче и у истоков изменения вот этой парадигмы нигилистической парадигмы стоял безусловно Сталин и его ближайшие соратники в данном случае я хочу упомянуть прежде всего Андрея Александровича Жданова человека чрезвычайно образованного который во времена Сталина был одним из главных идеологов не только партии но и страны в целом здесь конечно надо упомянуть и Георгия Максимляновича Маленкова и целый ряд других ближайших сталинских соратников они вполне себе осознали что выбрасывать вместе с грязной водой ребенка не следует что у России у русского народа и других народов Советского Союза была богатая героическая история что именно на этой истории надо воспитывать новое поколение советских людей ну и так далее и так далее поэтому принимается соответствующее решение о восстановлении исторических культетов о восстановлении преподавания гражданской истории ну и так далее и так далее и понятно что эта политика в сфере образования культуры она не могла не сказаться на изменение отношения руководства к выдающимся представителям русской революционной истории как таковой здесь не шла речь только о Пушкине или о Лермонте а значит здесь речь шла о целой когорте выдающихся представителей нашей отечественной истории о том же Владимире Мономахе Ярославе Мудром Александре Невском ну и далее по списку о том же Петре Первом вот а здесь просто подвернулась дата юбилейная дата гибели Александра Сергеевича 1937 год и было принято совершенно верное решение с помпой отметить этот юбилей как кстати с помпой отмечали и другие юбилеи в середине второй половины 30-х годов тогда же начинается кстати немассированное производство так называемых патриотических фильмов ну хорошо известно что до войны был снят фильм и Александр Невский и Петр Первый и Богдан Хмельницкий и т.д. и т.п. то есть о национальных героях нашего народа которые прежде всего сражались за национальную независимость как сейчас у нас принято говорить национальную суверенитет отстаивали интересы государства все это вписывалось в новую парадигму в новую идеологию сталинского руководства которые соединяли два начала русской истории то есть патриотическое начало и классовое начало и надо сказать что это был довольно такой успешный что ли симбиоз вот этой советской патриотики и стали воспитывать действительно советских патриотов причем базой для воспитания советского патриотизма стали не только произведения классиков марксизма но прежде всего богатейшая история нашего народа в том числе и культура нашего народа искусства и поэтому Пушкин стал действительно одним из толпов советской пропаганды и советской культуры да ведь это все говорит о том что Сталин точно знал что будет война и готовился к ней все эти фильмы все это патриотическое поднятие духа естественно спасибо Евгений Юрьевич вам огромное за очередную интереснейшую беседу с вами можно говорить конечно до бесконечности вы очень интересный человек я это вам говорю абсолютно искренне я же напоминаю что у микрофона был Евгений Давутов а в гостях у меня известный историк историк с большой буквы Евгений Юрьевич Спицын Евгений Юрьевич огромное вам спасибо до новых встреч надеюсь да всего доброго вам спасибо до новых встреч да до свидания до новых встреч Продолжение следует...